Репортажи, стримы, матчи, интервью, новости, все это Cybersport.ru По срокам все запланировано на конец 2017 года. Далее у нас идет цитата. Китайские ПТ находятся на последних стадиях готовности. Модели, возможно, будут готовы уже в апреле и станут доступны супертестерам тогда же. В лучшем случае мы увидим полную ветку около даты дня образования КНР, а это 1 октября. Но кроме этого, для Китая будет еще дополнительно выпущена и новая прем-машина. Две представленные модели, которые вы видите ниже, скорее всего будут премиумными машинами, дабы игроки могли нафармить опыт экипажа до выпуска полной ветки. Но эта информация не точна, ибо еще не определены все аспекты по премам сугубо этой нации. Напомню вам ребятки, что информация по данному древу китайских ПТ была собрана еще в 2015 году и у Wargaming есть данные и на другие китайские танки. Но мы понимаем, что если брать все танковое комьюнити в целом, эта ветка для них как бы не особо критична. Но вот в азиатском регионе, где очень многие танкисты настроены патриотично, любят свои китайские танки, хотят чтобы их было больше, там конечно совсем другое дело. И кстати говоря, Кунгжонг сообщил, что у них еще есть информация на три ветки для Китая. Но они типа трезво понимают, что Wargaming вряд ли будет всех их водить. Потому что, блин, ну слишком много получится. Ну а что касается слитых фотографий и моделей, китайцы показали две премиумных ПТ-САУ, это WZ-121G-FT и WZ-120G-FT. Видимо ребятки, это две каких-то, ну близкие по геймплею концепции ПТ-шки. Вот, тоже они весьма похожи, понятное дело, что это какие-то ПТ-САУ на базе скорее всего Т-54, вот, с пушкой 120 мм, как у китайского СТ-9 уровня WZ-120, вот, ну и в принципе пока что все, что о них известно. Броне там конечно особо ожидать не стоит. Что-то очень похожее на геймплей, наверное, СУ-122-54 или СУ-122-44. Вот, и тут наверное вы, ну не знаю, часть из вас наверное или порадовалась, или опечалилась от таких новостей, потому что понятное дело, что есть у нас конечно в игре какие-то возможные любители китайской ветки, но как правильно было замечено ранее, вот, большинству игроков на других регионах, кроме китайского, на китайские танки в принципе наплевать, потому что они уж очень сильно похожи на советские и особо ничем не отличаются. Вот, и тут конечно в пору бы, может быть порадоваться или печалиться, но как раз сегодня ребятки Антон Панков, один из главных разработчиков World of Tanks сообщил, что выйдет эта ветка в полном объеме эксклюзивно для китайского сервера и на других регионах ее не будет, то есть новый китайский потасау появится только на китайском сервере, в китайском регионе. И в принципе можно было бы подумать, что господи, да и хрен с ним, с этими китайскими потасау, супудово там ничего особо интересного не будет, но возникает ребятки вопрос, окей, для китайцев есть эксклюзив, окей, у американцев появляются там какие-то премы с уникальными камуфляжами, окей, даже в Европе есть премы с уникальными камуфляжами, типа МЛЕ-49 с французским флагом, да, Либерти как-то она так вроде называется, но товарищи разработчики, введите для РУ региона какую-нибудь эксклюзивную ветку советских машин, ну не знаю, допустим, какие-то уникальные советские СТ или уникальные советские тяжи, нам было бы реально интересно и приятно иметь что-то свое эксклюзивное. В принципе, фишка с эксклюзивом для разных регионов, я считаю, вполне себе неплоха, у нас в игре есть американцы, есть немцы, есть британцы, есть японцы, есть китайцы, почему бы для японских серверов не сделать хотя бы там несколько эксклюзивных машин, для китайцев будет, для американцев тоже можно что-то сделать эксклюзивное и конечно же для РУ региона можно сделать что-то эксклюзивное советское. В общем, друзья, пишите в комментах, что вы думаете по данной теме, хотели бы вы эксклюзивную советскую ветку тяжелых танков, которой бы не было ни на одном другом регионе и мы могли бы хвастаться типа, о какой у нас топовый ТТ-10, у вас его нет. Вот, пишите в комментах, что вы думаете по данной теме, вот я думаю, в принципе, это вполне разумно, адекватно и имеет право на жизнь. Поехали дальше. А сейчас у нас новость для тех, кто не только любит играть в World of Tanks, но и в принципе удобно, комфортно и нормально одеваться. Сразу, ребятки, говорю, мне никто за это не заплатил, просто, как говорится, сообщаю вам новость. Новость. Российская компания Crossway на прошлой неделе начала продажу обуви по официальной лицензии Wargaming в двух категориях World of Tanks и World of Warships. Серия World of Tanks представлена 12 экземплярами в разных цветах, среди которых кеды высокие, кеды низкие, полуботинки и кроссовки. Все это рассчитано на мужчин. Разработка велась в России. Журналисты обратились за официальными комментариями в пиар-отдел Crossway и пресс-службу Wargaming, на что обе компании дали ответы. Обувь произведена по лицензии компании Wargaming. Официальный анонс о наших ресурсах и соцсетях мы планируем дать после того, как во всей партнерской сети ретейла появится продукция и ее можно будет без проблем приобрести. Сейчас идет этап отгрузки. Концепт обуви на сезон весна-лета 2017 создавали наши дизайнеры. Финальную доработку и согласование проводили совместно с лицензиатом. Цвета и оттенки выбраны с учетом наших игровых стайл-гайд. Размерный ряд от 35 до 44. Модели мужские и унисекс. Так что, ребят, вот такие вот новости. Если играете в танки, любите хорошую удобную обувь, можете себе попробовать приобрести и потом поделиться в комментариях отзывами, как носится, как, как говорится, используется. И не стали вы, например, в обуви World of Tanks чаще сливаться или подскальзываться на улице. Шутка, конечно. Ну и под конец у нас очень важные вопросы от наших танкистов к Антону Панкову по поводу легких танков 10 уровня и в целом по поводу растягивания веток. Что будет происходить с некоторыми нюансами в плане переделки танков, переставления их с одного уровня на другой и так далее. Итак, перечисляем вопросы. Уважаемый Антон Панков, при растягивании веток ЛТ до 10 уровня, что будет? Первое. С постоянными камуфляжами, которые сейчас стоят на восьмерках. Поясню, красились восьмерки для участия в укрепах и ивентах. Соответственно, на девятках кама уже не нужно. А то, что останется на восьмерках, рулить может уже совершенно другие танки будут. Второе. Что будет с чернобулем за грандфинал? Хочу заметить, что танк можно было купить исключительно за реальные деньги и план Макарова как-то не вызывает в данном случае восторга. Ну и третий вопрос. А в топом? Если не сложно, а когда будет эксклюзивный обвес на ВК-7201? Антон Панков ответил. Первое. Все камуфляжи будут выкуплены за золото или серебро, в зависимости от того, за что были куплены. Второй пункт. Чернобульдог останется на своем уровне со своими характеристиками. Третье. В следующей версии. Сегодня смотрели первые варианты. Все в принципе норм получается. Ну и тут вдогонку у Панкова спрашивают. А есть ли на каких-то ЛТ были камуфляжи с ГК? Что с ними? Панков ответил. Ну, если камы были с ГК, выложим на склад. На другом танке будете использовать. Такие вот, ребятки, у нас новости. Получается, если у вас на каком-то легком танке 6, 7, 8 уровня был какой-то там ценный камуфляж, голдовый, с ГК, еще там какой-то, то при передвижении на более высокий или более низкий уровень у этой ЛТшки этот камуфляж или выгружается на склад, если это за глобальную карту, или просто выкупается за золото и серебро, если это просто обычный камуфляж. И потом вы заново просто все это используете совершенно на других ЛТ. С Чернобульдогом ничего не будет. Типа все-таки останется со своими ТТХ. Ну, а по поводу ВК-7201, разработчики хотят там делать какой-то интересный обвес, вот, эксклюзивный. Так что посмотрим, что из себя будет представлять этот танчик. В принципе, тут и все и правильно, потому что ВК-7201 добывался за глобальную карту, и просто иметь другую пушку, ну, как-то, наверное, не совсем правильно. Надо дать людям какого-то эксклюзива, в том плане, зачем мне потеряно Гоката. На этом, ребята, у меня все на сегодня интересные новости. Жмите лайк, если вам понравился видос, пишите в комментах, что вы думаете по поводу китайских ПТ-САУ, по поводу обуви World of Tanks или World of Warships, и по поводу камуфляжей. Вроде бы все справедливо, Маргейминг решил. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видосы, и увидимся на канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok